Здравствуйте! Мы сегодня поговорим о процедуре косметического татуажа. Эта процедура, как никакая другая, требует мягких, комфортных и безопасных средств для подготовки и постухода. Я воспользуюсь гелем для снятия макияжа, который полноценно уберет остатки макияжа и поможет нам очистить площадь для нанесения пигмента. Наличие в составе алоэ веры и ромашки хорошо успокаивает кожу и убирает все раздражения на коже. Можно не смывать, достаточно хорошо обработать и теперь можно нанести анестезию. Мы теперь наносим анестезию и оставляем нашего клиента на 15 минут для того, чтобы анестезия подействовала. Мы закончили процедуру татуажа бровей. Удаляем остатки краски и сукровицы при помощи ватного диска, смоченного хлоргексидином. После чего подсушиваем и наносим гель интенсив регенерацией. Достаточно одного нажатия на обе брови. Наносим тонким слоем до полного впитывания. Через 2 часа манипуляцию нанесения геля нужно будет повторить, потому что выделится лимфа, нужно будет обработать ее хлоргексидином и повторно нанести гель интенсив регенерация. На следующий день нужно уже применять те средства, которые вам пропишет мастер татуажа. Как правило, это кремовые средства или мази для полноценного заживления. А первые сутки мы с вами применяем гель интенсив регенерация. Для того, чтобы избежать деградации цвета, сразу после заживления лучше пользоваться солнцезащитными средствами. Для этого отлично подойдет мультипротектор SPF 50 Oil Free. Все средства, которые мы сегодня использовали, есть в наборе в мини-дозах. Его очень удобно давать с собой для домашнего использования. На сегодня у нас все. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы увидеть следующие видео первыми. Субтитры создавал DimaTorzok